Телеканал Твой Пушкинский 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 Это было долго, но вот как приходило во вдохновение, поставил лампу, да, вот я вижу здесь, и вот именно здесь она стоит. Потом собрали всю концепцию целиком, думали, какого цвета свет брать, включили такой-сякой розетки, и в итоге пришли вот к тому, что вот сейчас здесь есть. До начала концерта нам удалось пообщаться с несколькими воспитанниками вокальной студии Кирилла Демьянова, его красотульками и звездами. Скажите честно, какой Кирилл Сергеевич? Кирилл Сергеевич, он, ну, строгий, хочет, чтобы мы хорошо пели, хорошо, активными были, улыбались. Говорит, что улыбка – это 90% нашего успеха. А ты что скажешь? Ну, он креативный и тоже, как она сказала, строгий. Волосы вам нравятся, Кирилл Сергеевич? Очень, да. Чем они вам нравятся? Такую вы сделаете при чем? Нет. Ну, так они тебе нравятся. Ну, они мне нравятся, но я не хочу подстригаться. Руслан, как тебе одному-то мальчику? Нормально. Как с девчонками? Хорошо. Я постоянно... Ей? Кому? Я постоянно встаю в центре, и я как звезда. Я звезда? Да. Нравится кто-нибудь с девчонками? Нет. Мне нравится волосы Кирилл Сергеевич, но я свои кудри не хочу подстригать. Ну, а за что вы его любите? Что такое особенного? То, что он хорошо объясняет, он все делает, он не кричит, вот как, например, какие-то учителя в школе, они объясняют, но непонятно. Он хорошо объясняет, и это все говорит, что надо учить, какие песни, как надо все делать. Поблажки им тебе делают, раз ты мальчик один единственный? Не знаю. Ну, как-то относятся по-особенному? Ну, да. Как? Ну, ставят постоянно меня в центре. Это единственная поблажка? Ну, да. А голос раз начали? Про голос. Ну, голос нормальный. Нормальный? Да. То есть у него нормальный голос? Угу. Могло быть и лучше? Да. А что ты думаешь по поводу голоса, Кирилла Сергеевича? Он красивый, мощный. Мощный? Да. Что значит мощный? Ну, он громкий очень. Орет на вас? Нет. Ну, а что мощный-то? Он сам по себе громкий. Мне нравится голос Кирилла Сергеевича. У него он и мощный, и в то же время и легкий. А тебя не сносит от мощности его голос? Нет. А у нас очень хорошо, знаете, атмосфера хорошая. Какая она? Расскажи про это. Ну, вот Кирилл Сергеевич, он нас учит, а мы его слушаем, но не всегда. Почему не всегда? Ну, потому что мы, бывает, не хотим его слушать, но потом все равно слушаем. Он заставляет слушать. Ну, да. Ну, потому что если мы не будем его слушать, мы будем неправильно петь. Если мы будем неправильно петь, будет очень плохо, и мы опозоримся. А что вы думаете по поводу концерта? Ну, я думаю, что будет все нормально. И все будут улыбаться и не смотреть в пол, как Ирина Сергеевича говорит. А ты смотришь в пол? Нет, не смотрю в пол. Скажите, вот тоже, как у вас атмосфера в коллективе? Ну, в принципе, хорошо. Я вообще с самого детства начала мечтала о пении, так что мне нравится, все нравится. Мне в этом коллективе очень по душе. Ну, вот здесь хорошо. Я с детства мечтала быть певицей, но сейчас задумываюсь об этом. По поводу концерта я волнуюсь, но в то же время и хочется петь. Волнуешься и хочется петь? Да. А когда ты не волнуешься, что происходит? Я спокойно стою и жду. Давай, рассказывай, что за костюм? Костюм стильный, рубашка, майка и черные штаны. А цвет тянается? Да. Мне нравится черный и белый. Говорят, у тебя чулок есть? Чулок есть, да, тоже. А он зачем? Он для красоты. Я не знаю плачет, Который лес она роняет, Мечку мячу. Она решила, Будь по всем честь, Переплоком, Но в кармане фейерки Левое ухо Пульсом плакет плакет. Отчетный концерт вокальной студии Кирилла Демьянова проходил 30 мая в Доме культуры Юбилейный. Часовая программа состояла из почти идущих нон-стопом выступлений его воспитанников. Песни разбавили лишь несколько раз в танцевальные номера. Их исполнили приглашенные артисты, ребята из Матич и коллектив из ДК Юбилейный. В студии Кирилла Демьянова занимается 13 детей в возрасте от 5 до 12 лет. На отчетном концерте они выступили все. Были как и сольные, так и коллективные номера. Пришли сюда поблагодарить вас за ваш вклад в наших деток. Масштабы этого вклада мы все прекрасно понимаем. Это огромный труд, терпение, силы, энергия. Поэтому мы желаем, чтобы источник ваших творческих идей никогда не истекал. Ребята занимаются уже очень давно. И сегодняшний концерт будет доказательством их усердной и долгой работы. Это получилось очень ярко, очень необычно. Ребята большие молодцы, в принципе, как и их руководитель. Нам есть чем гордиться. И вокальный коллектив, вокальная студия Кирилла Демьянова может стать прекрасным украшением для любого концерта. Евгения Коломийца, Владимир Парфенов, Дарья Михайлова, Пушкинское телевидение. Анастасия, расскажите о вокальной студии Кирилла Демьянова. Ничего про нее не знаю. В Олимпийске, конечно, не так близок, но похоже. Его закрыли не случайно. Ребята, а что говорите, не знаю. Ильчурки поют. Вот и все. Вот и все. Спасибо. Я и идея, это немножко, да, в разных сторонах. Главное, чтобы это было, чтобы вы пришли домой. Вы сказали, вы представляете, я сегодня такое видел или такое слышал. И захотели прийти к нам еще. Все, я считаю, что это самое главное.